Здорово! А народ призрачный бегун на связи, алло, что я могу сказать про эту игру? Давно наблюдал за ней, видел в новостях про игры, уже заранее видел какие-то геймплейные куски видосов, и мне казалось, что игра будет для меня скучной и неинтересной. Что может быть интересного в прохождении каких-то коридорных закрытых уровней, где нужно задрочить все до идеала, иначе ты получишь выстрел от вражины или упадешь, что-то сделаешь не так и все начнется заново. Вроде вообще неинтересно. Мне казалось, что это будет скучно, какая-то рутинная задрочка уровня, но когда я начал в это играть, во-первых, картинка сочная, с эффектами красивыми, выглядит прямо как сочный персик. Конечно, уровни не сильно громадные, по крайней мере в начале, и в целом они либо квадратные, коридорные, какие-то тоннельчики и так далее. Между большими локациями в основном вы перемещаетесь по каким-то паркур-туннелям, и по ним приезжаете, прибегаете, прилетаете в большую комнату, где нужно решить все. В какую сторону пойти, какого врага за каким убивать, последовательность правильную выстроить, а их можно комбинировать. Также еще не запариться по кнопкам, все правильно четенько нажать. Поначалу кажется, что это все сложно, некоторые вещи даются не сразу. Но когда начинает получаться, понимаешь, что это все изи. И потом уже вскоре ты не замечаешь, как ты начинаешь баловаться и играться с уровнями, с врагами и новыми механиками, которых в начале кажется, что нету, все скучно, всего мало. Туда-сюда и уже всего много. Я начинал уже комбинировать, играться, прикалываться, и в некоторых уровнях хотелось остаться на подольше, чтобы наиграться, напрыгаться, напаркуриться, налетаться, и было вообще кайфово. После рутинных игр онлайн сервисов, которых сейчас очень много, эта игра как свежий глоток воздуха. Я реально кайфанул. Я всего сыграл 2 часа в эту игру, то есть до прохождения там еще, наверное, сколько-то часов есть. Сомневаюсь, что она закончится часа за 3-4, но бывают игры, которые проходятся и за 12-15 часов. Посмотрим, сколько времени займет на прохождение этой игры. После того, как я пройду полностью, будет уже нормальный такой полноценный обзор на игру, сюжетом и так далее. Сюжет в этой игре есть. Мы поднимаемся по какой-то башне. Почему так? Кто мы? Что мы? Об этом поговорим там. А так, в принципе, мы какой-то там чел, которому кто-то помогает улучшаться, прокачиваться, воевать с врагами и подниматься вверх по башне в реальном мире и в киберпространстве. Также есть еще прокачка. Мы можем себя улучшать. Прокачка сделана интересным образом. Каждый скилл это фигура из тетриса. Поначалу нам дается небольшое такое пространство, где мы можем из фигур этих сделать какой-то свой набор скиллов. Эти фигуры друг другу мешают, поэтому что угодно поставить не получится. Нужно будет выбирать, комбинировать и думать, что нам важнее и какой из вариантов нам нравится больше. Когда мы находимся в киберпространстве, чего вы в этом видео не увидите, там целиком все из головоломок, насколько я понимаю. Также бывают еще какие-то обучения в этом киберпространстве новым крутым способностям. А в реальном мире мы проходим такие вот уровни и, я так понимаю, переходим с этажа на этаж. Между этими этажами происходит такая загрузка, которую я в принципе еле заметил. Она настолько быстрая, что я думал, что в этой игре нет загрузок. И в целом, раз мы уже начали говорить про производительность игры, требования у игры не маленькие. А и пятый, там 4 гига, видеокарта, 8 гигабайт оперативки. Я думаю, что не у всех такие компьютеры есть. Но в целом, на моем компьютере игра работает на ультрах хорошо. Никаких лагов, дерганий, просадок фпс, все хорошо. Играть приятно, четко, офигенно. Также еще в игре можно будет менять оружие, насколько я заметил. Но пока каким способом будет получено новое оружие, я не узнал, поскольку всего 2 часа играл. Но за эти 2 часа я наигрался прям офигенно. Отдохнул и кайфанул. Поэтому, когда игра будет пройдена целиком, уже будет какое-то четкое сформированное мнение про эту игру. Но первое впечатление, прямо кайф. Также еще отдельно хочется сказать про музыку в этой игре. Она прямо офигительная. Но она настолько много и часто повторяется, что в какой-то момент кажется, что я что, под одну песню всю игру буду играть. Но в какой-то момент она сменяется на другую песню, когда вы доходите, видимо, до определенного уровня. Я вздохнул с облегчением, думаю, слава богу, что мне не придется слушать одну песню всю игру. Они офигенные, но в то время, сколько приходится слушать один трек, это как-то перебор. Слишком долго. Хотелось бы, чтобы песни сменялись быстрее. Ну а так, в целом, они кайфовые. С вами был Варчик и Рать Красиво. Всем пока.